Другим темам. Не вакцины-национализм, а вакцины-апартеид. Так оценил ВОЗ текущую ситуацию с распределением вакцин по всему миру. Если ранее говорили только о дефиците, то теперь о дискриминации некоторых стран в вопросах поставки на их территорию антиковидных препаратов. Тем временем в больницах Газы врачи вынуждены работать на два фронта, лечить и больных ковидом, и ранены в результате израильских обстрелов. Тему продолжит мой виртуальный коллега Айсанж. Айсанж, приветствую тебе слова. Добрый день, Жалгаз. Парадокс, но понятие апартеид и национализм нашли свое применение даже в вопросе распространения вакцин. Весь мир сейчас находится в ситуации вакцинного апартеида, заявил на онлайн-дискуссии, организованной Парижским форумом мира, глава Всемирной организации здравоохранения. Как вы знаете, страны с высоким уровнем дохода составляют 15% населения мира, но имеют 45% мировых вакцин. Страны с низким и средним уровнем дохода составляют почти половину населения мира, но на них приходится всего 17% вакцин. Так что разрыв действительно огромен. Глава ВОЗ обратился к производителям вакцин с просьбой предоставить дозы в рамках программы Ковакс. Напомню, что это международный механизм, созданный с целью снабдить вакциной малоимущие страны. Как оказалось, Ковакс оказался зависимым от производственных объемов в Индии. Однако там сейчас бушует новая волна коронавируса, в результате которой страна сейчас находится на втором месте в мире по заражению. Репидситуация негативно сказалась на поставках, вызвав перебои и замедление работы механизма. Теперь глава ВОЗ попросил компанию Pfizer обеспечить поставки в объеме около 40 миллионов доз во второй половине года, а производителю Moderna сделать обещанные дозы на следующий год доступными в текущем. Тем временем, больницы ГАЗы вынуждены лечить и зараженных пациентов, и раненых солдат в результате конфликта с Израилем. Система здравоохранения столкнулась с дефицитом лекарств и нехваткой оборудования, сообщает Рейтер. Кроме того, медицинские учреждения рискуют остаться без отопления и электричества, подвергаясь риску обстрелам. Израиль уже заявил, что не преследует цели лишить сектор газопоставки лекарств и гуманитарной помощи. Жалгаз Айсаш, благодарю сейчас еще больше международных новостей от наших коллег.